ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Здравствуйте, друзья. Напоследок вам говорит друг Бафик. Студия StarLadder рада приветствовать вас на европейских квалификациях к турниру БТС под номером 6. И у нас на повестке финальный матч сегодняшнего дня. Команда от Финнэм против коллектива Ликвид. Ликвид добил. Так и добил. Да. Ликвид от Финнэм. Первая картка была... Ну, мы говорили, что вроде как заброшена. Ликвид экспериментировали. Эксперимент оказался не вполне удачным. От Финнэм действовали стабильно, серьезно и без шуток. И не простили Ликвиды за все эти эксперименты с Мираной в харде. С весьма странным по современным реалиям билдом. Вот. А на второй карте все-таки Ликвиды сыграли ровненько, правильно. Я понял систему Ликвид. Меняется все, да? Они когда хотят выиграть, у него это просто забирают и все. Вспомни вчерашний матч. Вспомни сегодняшний матч. Ну, правильно от Финнэм делают, что ОД не дают в руки Мираку. Это очень плохо. Ну, да. Еще бы этого не хватало. Чересчур. Ну, есть инвокер для Мираку. А был в первой карте инвокер для Мираку. Ну, было бы логично сейчас Огрмага какого-то пикнуть, в принципе. Наряду с Бэтрайдером. Да. Это было бы супер логично. Ну, я думаю, банить инвокера стоит команде от Финнэм сейчас. Под Вайда, под Хроносферу. Хороший рассказ, тем более Миракул играет. Потрясающе хорошо на инвокере. Что думаешь? Берут Леона. Вот что я думаю. И берут его не просто так. Возможно, как раз таки, чтобы контрить шадоу демона и иллюзии. Это плюс, естественно. Хороший герой для контроля, конкретно на Вайда. Если Вайд прогрессает Хроносферу, можно на реакции использовать Хекс. Иногда тоже работает эта тема. Но, мне кажется, основная цель этой всей истории в том, чтобы шадоу демона иллюзии уничтожать. То есть, ты просто подходишь, монодрейн, в случае нужды еще и Хекс выдаешь вторую иллюзию. И одна и вторая мертвы. Мне так сдается. Ну и плюс, это добавляет бёрст урона. Когда Бэтрайдер инициирует, тебе нужно быстренько убить человека, которого он вытаскивает. Или он неплохо в эту всю ситуацию заходит. Да, вполне. Вполне. Ну что, бан от команды. Ликвид? Да. Я задумал. Если ты спрашивал, я тебя... Смотрю, на какой монитор смотреть, чтобы пытаться думать. У тебя их три, выбирай любой. Я выберу ближний. Maybe Next Time. В прошлой игре неплохо откатал на Рикки. Решили избавиться от этого героя. Огромаг от команды от Финэм. Залетает в бан. Тоже неплохой саппорт на четвертую позицию. Для Кура. Причем забавно, что они могли бы сами его использовать, но решили забанить. Возможно, потому что первый пик будет у команды Ликвид. И, скорее всего, если бы хотели брать Огромага, они бы его забрали. Но тоже сейчас, как бы, не совсем понятно, могли они его использовать или нет. Ну, обычно... Леон уже есть по контролю и вообще... Я к тому, что комбинашка с бэтрайдером обычно неплохо. Вот ты заходишь на сложную линию, можно этих героев двух отправить, и они неплохо справляются в сложной. Ну, если, опять же, ты этого желаешь. Без профит от команды Ликвид в бан. Очень популярный от Финэм герой в прошлом. Так, колоссальное количество игр на нем провел. Причем в компетитив Доте тоже. Банят морфа вполне логично от Финэм. Слушай, ну, мне кажется, инвокера должны забирать для Миракла. Ну, можно вообще Луну взять, например, тоже Ликвид. Будет время. То есть Луна команде от Финэм вряд ли зайдет, а на четвертый пик Луна зайдет смеленько. А с другой стороны, инвокер на четвертый пик зайдет. Просто от Финэм могут себе инвокера забрать. Под бэтрайдера тоже нормально, в лассо. Эти санстрайки могут залетать. Да и под контроль Леона. Леон плюс кто-то один, санстрайк на голову, тоже верняковая комбинация. Можно Титана смело брать. Про него забыли от Финэм. Титан и Шаду Демоном неплохо в паре с Саппортом смотрятся. И под Войда хороший заказ будет. Не видели. Ну да. Но Титан может зайти просто от Финэм. Поэтому было бы неплохо самим сейчас забрать Титана, чтобы не отдать его от Финэм. И вот о чем. Санкинга вряд ли возьмут от Финэм. Учитывая, что у них бэтрайдер, скорее всего, в сложной будет. Ну, мы уже вторую игру подряд на четвертой позиции видим Санкинга. То есть четвертым номером. Это... Ух ты, ё-моё! Здравствуйте! Проверяйте айпишники. Там Флай за Ликвид катает. Я думаю, тут есть и поинтереснее даже исполнитель. Джаггернаут от Финэм. Тоже вполне логичный персонаж здесь. Пуджа, Пудж, Дудемон, Войт. Ну, это слабо смахивает конкретно на комбинацию. Это просто Пудж. Ради того, чтобы был Пудж, пока так кажется, но... Слушай, ну, есть же варианты, что Пуджа мы увидим где-то на корпозиции. Вдруг это не четвертый номер. Мы много странных вещей видели от Миракла. В частности, Рубик как бы не менее удивительен, нежели Пудж. Ну, я бы очень удивился. Мне кажется, что это Пудж четвертой позиции. И, ну, просто понимаешь, мне сейчас вообще не нравится Пудж не в саппорт позиции. Он не заходит, это факт. Ну, и Рубик тоже, в принципе, на мид не заходит. Ну, то есть, ситуативно, конечно, он там зашел. Ну, да, да, да. Мы же понимаем, да, что когда мы видим Рубика, ну, мы не думаем... Да и соперники команды Ликвид тогда не думали об этом. Слушай, ну, это какой-то плотнейший пик, но пока я вижу четкий недостаток урона. То есть, есть Тайд, есть Пудж, Шадоу Демон, Воид, а урона не хватает. Да. Ну, и все, тут же Инвокер сейчас появится. Но есть еще один банн над Финнами. Берут Шейкера. Откуда вы, ребята? С какого года? Нет, Шейкер весьма неплохим пиком может стать. Ну, вот, честно говоря, мне нравится Шейкер в пиках против Шадоу Демона, да. Но конкретно вот назначение против Пуджата, Эдхантера и Воида я не вижу. Ну, то есть... На что рассчитывает Финнам, пока я не понимаю. У них хороший, реально хороший прокаст. Но эти персонажи... Они как раз рассчитаны на то, чтобы этот прокаст питать неплохо. То есть, очень плотный герой. Пудж, Тайдхантер, Воид, Шадоу Демон. Плюс у них контр-инициации, ну, просто можно обмазаться. Тут и Хроносфера, и Шадоу Демон, который Дисрапшн может спасти, и Тайдхантер Реведж может дать. Теперь думай, кого банить. Дроу Рейнджер или Луну? Слушай, это может быть ни одно и ни другое, между прочим. А что вообще Эмбер Спирита банит? Весело, весело. А что, если и правда мы у команды Ликвид видим трех коров? Пудж, Миттайд, Хроносфер, Сложная, Фейслес, Воид. Центральная линия. Инвокеры забирают себя от Финнам. Все-таки себе добирают. Ну, сейчас все понятно станет по пику команды Ликвид. На какой же позиции у нас? Крепыш будет. Я не знаю, меня не покидает, просто как зрителя, меня все не покидает надежда посмотреть Пуджа на корр-позиции. На корр-ролле с нормальными артефактами, с крутым разгоном, с реализацией. Просто как-то все так стало. Я думаю, Кура себе Пуджа пикнул и не парится. Я думаю, Миракл сейчас отберет у него его, и все. Я думаю, нужно просто дождаться после него пика, потому что предсказать его практически невозможно. Да, Луна или Дроу Рейнджер. Предсказывать еще. Сларк! Ну да, нужен был такой герой, который типа план Б, и... должен хоть кто-то выигрывать эту игру. Потому что взять и четыре героя, а выигрывать некому. Добирают пятого победителя по жизни, который сможет, по крайней мере, что-то навязать, что-то показать. В итоге Миракл забирает себе Фыслес Вайда. Вообще, на центральную линию. И Матумба Мэн будет играть на Сларк и Майн Контрол. Тайдхантер, ну и Кура на Пудже. Ну, нормально. И тоже нормально. Тоже нормально, весело. Я думаю, мы интересно дуту посмотрим. Скайларк на Бэтрайдере сложную. Так, Мадара. Тоже, в принципе, все понятно. Шейкер саппорт четвертой позиции. Это не корр персонаж. Шейкер будет саппортить. Ну, тоже, я думаю, с выходом, конечно, в даггер, безусловно. Но вопрос, что Шейкер не на корр позиции. Не так много фарма имеет. Слушай, ну, интересная будет игра, безусловно. Но мне нравится, что Сларка взяли. Сларк реально будет побеждать в этой игре. То есть, вот есть набор героев, которые созданы для того, чтобы непонятные вещи какие-то происходили, что-то вытворять здесь. Ну, а Сларк реально будет получать пространство благодаря этим персонажам. Причем, вот эти герои конкретно, они могут реально очень много в драке помочь Сларку. Они могут настолько много контроля выдать. Это и АОЕ контроль в первую очередь. То, что реведж плюс хроносфера. Сларк за это время может неплохо нафармить себе стаки. То есть, конкретно набрать стаки из иншифта. И очень неплохо бодаться. Причем, Сларк здесь с появлением БКБ, он становится практически неуязвим. То есть, если ты будешь таймить хорошо дракпакты, неужели попадать под лассо Бэтрайдера, или попадать с дракпактом включенным, прожимать БКБ, то все будет очень неплохо у тебя в этой игре. Ну, в общем-то, поехали. Разберемся сейчас с героем. Кура сыграет на Пудже, Mind Control, Tidehunter, Miracle, Faceless Void, Bulba, Shadow, Demon, Матумба, Монсларку, команды Ликвид. Ну, команда от Финэм. Спартан берется Биллиона, Мадара сыграет на Джаггернауте. Так, забирает себе инвокера. И как мы уже видели, по фонтану команды Ликвид, это будет экзортовый инвокер. Ну, и Maybe Next Time сыграет на Шейкере из Skylark. Сложная линия Бэтрайдер. Да, интересно. Парочка героев, которые... Причем даже Шейкер реже сейчас появляется, нежели Пудж. В пиках. Тем более Шейкер на четвертую позицию. Ну, и посмотрим, как же Кура отыграет на данном герое. Вообще, хорошо заходит данный персонаж. Он уверенно выглядит против саппортов. От него сложно уйти. 160 даже. Ты сейчас проглотил? Хук? Нет. 160 долларов, Дима, на секундочку. Ну, нормально, хорошо. Я в следующем году тоже такой смогу купить. Если какое-то время не буду играть. Да, ну и команда от Финэм готова сражаться за нижнюю руну. Ну, я думаю, там, конечно, не по шансам в Скайларку туда лезть. Сразу четыре героя команды Ликвид. Ну, и Меркл, центральная линия. Воид. Тоже интересное решение от них. Кура уже достаточно глубоко заходит. Командиат Финэм на половину карты. Ну, и все, Кура проверил все. Будет ли на отходе ставить варт, либо же этот варт предназначен для другой линии. Сейчас посмотрим. Вообще, неплохо. Иметь, видимость, было бы внизу. Он может поставить варт вот здесь тоже при желании. Какие-то интересные хуки выдавать. Но мне выглядит логичным хук, например, где-то в миде, чтобы подходить, там, как-то инвокера, пытаться вытащить на его хайграунде, поставить видимость. А что сделал Кура? Клац мне по нему, пожалуйста. Пожалуйста. Забрал, да. Он положил варды возле роши, походил, походил, посвятился на руни нижней, потом забрал варды. Я могу, в принципе. Ну, что это за мув? Как он объясняется? Ну, сейчас, подожди. Я тебе расскажу, как он объясняется. Еще раз, как он сделал? Расскажи мне перемещение. Он зашел в рошпит. Да. Зашел, покажи рошпит. Сейчас, подожди, я посмотрю, мой контрол не погиб. Так, зашел в рошпит. На входе в рошпит, вот здесь, в темноте. Положил варды, вышел из рошпита, походил, немножко походил, вернулся, забрал варды, ушел на линию. Ну, могу предположить, что он делал это, чтобы сделать вид, что он поставил там вард. Вот такой момент, может быть. То есть, ты заходишь в невидимости, ожидаешь, что у врага где-то, например, стоит вот здесь вижен какой-то определенный. Заходишь аккуратненько сюда, выходишь без варда, светишь, если у варда у тебя нет, хотя до этого он был. Потом забираешь вард и уходишь другим путем аккуратненько. Ну, опять же, это работает, если ты примерно понимаешь, где у врага вижен. Ну, они не понимают, а там есть вижен. Там есть вижен. Команда отфина. Вижен стоял так, что они увидели, что он с вардом зашел и с вардом вышел в итоге. Это самое главное. Ну, если они потом тестили его. Ну, да, да, да. Кура в итоге с этим вардом и погибает. Такое дело. Ну, и дальше погоня за Бульба и Матума Мэн. Нет, вот Мув, о котором мы сейчас с тобой говорим, он очень интересный. И видели мы его в хайлайтах уже не один раз. Я, по-моему, даже видел, как НС это в своих фишках озвучивал. По-моему, был такой эпизод. И это работает иногда. Но в данной ситуации, когда тебя видит вот такой вард, ты никак не скроешь. То, что ты поставил, не поставил вард. Потому что ты вышел, все равно с ним тебя будет видно. Ну, в общем-то, ладно. Это мы уже обсудили. Не будем обсасывать эту тему. Пока у нас First Blood был сделан командой от Финнам. Хотя очень много хитпоинтов они потеряли. Мадара невидимость сбирает. И попадает под хук. Причем Кура знает, что он вытащил героя. Пытается фоллить Мадару. Пытается добить его. Но понимает, что урона будет недостаточно. И демонстить в инвизии легко будет от Пуджа. И пошел дальше. А перемещается на центральную линию. Так, сейчас может встрять. Ну что, Кура уже горит. Миракл прокнет Лебаш. Все-таки второго левела таймлок. Так, пытается уйти. Все так, в принципе, ушел. Ушел в таверну. Забрать его оказалось очень просто. Команде Ликвид. Ну вот, кстати, по поводу интересных решений. То, что... Войд в итоге стоит в миде. У Миракл получается лучше, нежели сегодня у... Андершока. Андершока, если мы вспомним. Тут Миракл стоит спокойно совершенно. По ластхитам мы видим, как он обгоняет инвокера. Ну, кстати, Войд очень хороший ластхит имеет. То есть у него анимация очень удобная. И урон хороший. Да, ну и Ликвиды уверенно начинают эту карту. Матумбаумен тоже в топе по крипт-стату. Там и Джиггернаут, в общем-то, неплохо смотрится. Ну вот, мидер немного проседает. Но тоже, опять же, вопрос времени. Maybe next time. Перекрывает путь Кура. Подходит Спартан. Цепляет Кура. А с Курой сам не прочь Спартана подозвать. Ну и, конечно же, еще и Санстрайк. Мама команде от Финнам сделать этот фраг. Майнконтрол на дорогу немного надавал команде от Финнам. И они убегают. Еще один фраг для греческого коллектива. 2-1 становится счет. Отплатили Кура. Да, не смог задинаться, к сожалению, в Войт. У нас Сларк внизу немного напроседал. Скайларк. Напрягает на этой линии Сларка. При том, что Сларк, мы знаем, неплохо стоит с Бэтрайдером. Сбрасывает с себя стики Напалмы. Благодаря Дракпакту. Но, в итоге. Вверху у нас замес тоже. И Санстрайком Инвокер добивает Тейдхантера. Конечно, Тейдхантеру стоит намного осторожнее действовать. Потому что урона хватает у команды от Финнам, учитывая еще наличие Санстрайка. Пудж тут тоже сейчас сможет встрять. По Варду гулял товарищ Кура. Видели его перемещение. Они знают, что он находится примерно в этой области. Выходит Шейкер. Параллельно внизу убивает у нас Бэтрайдера. Шеду Диамон справляется. Фиссуренка хорошая залетает. Кура получает стан также от Леона. Причем стан достает и пытает Хантеру. Кура никуда тут не денется. Сможет ли задинаться? Посмотрим прямо сейчас. Нет, Джигернаут его добивает. В Дефюре урон очень хороший. Как этот стан вообще по-двоим попал? Так получилось. Реально. Такое ощущение, что зигзагом он должен был на 70 градусов загнуться. Ну, зашло. Реально зашло. Ну и видим, что счет 4-2. Ряд фрагов делает командат Финнам. Весьма агрессивно начинает свою работу. Но с другой стороны и Кура во многом тут помог ему. Два раза, три раза уже подставился Кура. То есть он гуляет, он хочет делать фраги. В итоге фраги делают на нем. И уходит вообще с собственного мида. Так. Неприятно было ему стоять против Вайда. И... Вард был от них. Да, да. Против Вайда, конечно же. И он ушел в лес. Ну и об этом знает команда Liquid. Майн контрола. Поймали. Хекс по нему. Хватит ли демеджа. Идет Джиггернаут. Джаггер раскрутится. Ну и не знаю. Тут аккуратнее надо быть в майн контролу. Хотя руками, конечно, он не пробивает. Мадару. Майн контрол. Еще один подкоп. Добивает его. На лоу хп находился здесь. Мейбинэк. Ставим Мадара. Очень классно раскатали ситуацию. Видел, как они кайтили. Один с другим подходили, отходили. Здорово разыграли. Я просто к твоему моменту с оговорочкой хочу вернуться. Против Варда. Представь, какой должен быть плохой игрок. Насколько он должен быть плох, чтобы стоять тяжело было против Варда. Нет, но это иногда даже имеет смысл. Ну да, кстати. Такие слова, когда... Они, безусловно, иногда имеют смысл, когда там есть какие-то герои, тебя там гангуют на варде, видно. Понятно. Но просто было бы забавно, если... Насколько плох был бы игрок. Приходишь, поставишь в варду, и он уже убегает. Боится. Он реально по хрипстату ему проигрывает. И смертей имеет больше. Не спешная шутка, значит, она настолько спешная, я не знаю. 12 ночи это вполне весело. То, что нужно, шутка. Согласен. Уровень юмора каждой шутки к полуночи повышается. ТП от Леона. На центральную линию у нас тут просто ханосферу использовал. Войда убивает в одиночку. Просто Минвокера здорово. Миракл играет. Помогал ему, конечно, Шотов Демон немного, поэтому я загнул шту в одиночку. Бэтрайдер попытается добить Бульбу, ему это удастся сделать. Ну и вот этого товарища не мешало бы тоже убить. Нет шестого уровня у Бэтрайдера, соответственно, лассо отсутствует. Но есть стан у Шейкера. Дает стан по Мираклу. Хекс от Леона. И также убивают Войда. А, кстати, у нас Джекимна отверху убил в одиночку ультимейтом Тейдхантера. Чуть был еще не добил Куроки. Санстрайк полетел. Нет. Кура не задел. 4-8. Команда от Финнен на ранней стадии игры очень качественно дерется. Мы уже отмечаем, это не первый раз. Кстати, Мадара может приехать. У Мадары нет манеры. Мадара халявит. Халявит. Мадара старается уйти, но, по-моему, Мадара приехал. Хотя живет. Три хитпоинта. Ну, иллюзии эти. Доработался. Ну, он реально халявил. Можно говорить об этом. Он реально стоял там уже. Просто у тебя 200 хп, ты стоишь без крипов на шару. За такое наказывают. Миракл. 38 на 14, 26 на 2. У Тага видим. Он там немного в лесу подсобирал. И Матумба Мэн на ботаме. Имеет топовый крипстат. Ему никто не мешал, поэтому, естественно, это не проблема была для Матумба Мэна. Вопрос фарма. Как дела у Бэтрайдера? Интересно, какой уровень, как скоро Лассоном. Ждать очень скоро. На верхней линии драка в очередной раз. Есть дисрапшн от Шадоу Демона. Мейнвокер уже убивает Воида в центре. Но мы это упустили. Пока посмотрим, как пытаются убить Жиггернаута. Как погиб здесь Воид, интересно. Ага, вот как погиб. Файт-рекап есть на этот случай. Спасибо. Спасибо, да. Санстрайк, колд снэп, фингер оф дэс, подкоп. Нормально погиб. Разобрался. Смертью храбрых погиб. К сожалению, такой демедж не вывозится. Ну да, видимо, хорошо. Контроль дали, потому что можно было бы как-то Тайволкам уйти, попытаться. Но, видимо, так затаймерили все свои контроли, что хватило урона. Ну и там мы видели тоже таймеры очень классные по рассказу, когда добивали Воида, когда погоня была с Шейкером и Леоном. Поэтому, конечно, хорошо играют. Реально хорошо играет команда от Финн. Слажено все. Все так дисциплинировано и интересно у этого коллектива. Ну вот, тем не менее, прекрасно себя чувствует по Крипстату. Он по-прежнему обгоняет Тага. И по Нетворцу, я думаю, нормально себя будет чувствовать попозже. Посмотрим. Самое обидное в игре за Пуджа, я все на него обращаю внимание, это что, когда у тебя не пошло... Вот, казалось бы, на старте все было замечательно у Ликвид. Эти серии выпадов неплохих. Но вот уже три смерти у Пуджа, и ничего он не может сделать совершенно. Не может найти для себя момент хороший. И Фиссуренко залетает по Тейдхантеру. Он будет снова погибать. Сэнстрайк его добивает. Так еще один килл делает. Так еще благодаря этим сэнстрайкам зарабатывает немало денег. Казалось бы, Мидо стоял не очень хорошо, но зато киллов вот надела сэнстрайками. 3-2-2 у него счет. И на центральной линии подпушивает Миракл. Да, Миракл может спокойно здесь стоять. Вряд ли к нему придут. Тем более, два саппорта. Команды Ликвид есть неподалеку. Ждут момента выхода на Миракла. Но у него есть хроносфера. В случае чего можно даже и подраться. Бэтрайдер все еще без лассо. Я смотрю, он не прокачивал его. То ли нет шестого уровня у Бэтрайдера, то ли он просто не качал. Прошу показать, пожалуйста, Бэтрайдера. Есть седьмой уже. Просто не качал пока лассо. Но у него, мы видим, что не прокачан один из скиллов. Хороший пол Леона. Килл для Куроки. Вообще, пока Шейкер смотрится здорово. Вот эти вот сетапы, которые он создает для своей команды. Матумбом и натакуют Инвокера. Санстрайк в ответ от самого Инвокера. Но Рэвич не жалеет Тайтхантер. И так в таверне. А вот сейчас бы не лишним был, конечно же, Фессура. Не лишним был от Мэби Некст Тайм. Но он ее потратил на заходе на хэкграунд. Команды Ликвид. Чуточку ранее, да. Мог бы реально спасти Инвокера. Ну и у Шейкера еще нет до сих пор. Эхо слэма ждем тоже. Слушай, очень важная смерть Инвокера была. Он теряет 250 монет, а он был очень близок уже к покупке Мидоса. Да, действительно, неприятно. Это неприятно. Сларк по-прежнему фрифармит. Не сильно, конечно, уступает ему Джиггернаут. Тот хотя бы был с сопротивлением, но при этом делал фраги. Там нашли Тайтхантера в лесу команды от Финэм. Тайтхантер, скорее всего, приехал. Да, его не отпустят. Лассо тратить не пришлось. Скайларк его прокачал. Лассо теперь имеется. Ну, можно продолжать драки. Умадары. Есть умни слэш. Ну, вряд ли, конечно, ты будешь. Ну да, он вытягивает на себя Миракла. Мол, прыгай, давай драться. А вот с товарищем Леоном, кстати, все может получиться. Тут и ультимейт есть уже у Леона. А Финк говорит, немало урона можно нанести. Может, даже разводили на хроносферу. Но Вайда, то есть, показался так, якобы, опрометчиво Джиггернаут. Можно было в хроно еще и Хекс дать, и потом контратаку организовать. Но не сделали. 7 на 11 вот на данный момент. Командат Финнэм выигрывает по фрагам. У них вроде бы все под контролем. Но Ликвид, по сути, ничего здесь не потеряли. У Ликвид также сильные позиции остаются. Также сильные и играбельные. У Командат Финнэм в целом какого-то глобального преимущества я не наблюдаю. Ну, на верхней линии скрывается Леон. Он надеется на то, что кто-то выйдет фармить против Джиггернаута. И тут он во всей красе может себя проявить. Ну и на нижней линии фармит Бэтрайдер. Уже лосо имеется. Барабан. Хороший старт от Скайларка в этой игре. По общей ценности он более-менее себя чувствует. Ну, если так вот говорить, то, конечно, уступает немного там героям остальным корпозиций. Но вот этот товарищ явно ему проигрывает. Да, лучше Тайфхантера. Поэтому, если сравнивать оффлейн с оффлейном, то Бэтрайдер намного сильнее себя чувствует. Намного увереннее в этой игре. Ну и Матумба Мэн. Нормально, разобрались. Да, Сларк хорошее, конечно, оружие против вражеского вижена. Можно бегать, сдавать информацию своим саппортам. Они будут ставить центрики, разбивать ворды. В общем, против Сларка играть в этом плане тоже неприятно. И Мадара подпушивает нижнюю линию. Переместился там. До этого на топе вполне комфортно себя чувствовал. Теперь отправился в мид. Вниз, точнее, кто-то будет ли выходить из команды Ликвид? Как тебе, Хук Пуджа? Нормальный. Примерно такой, который мы и наблюдаем здесь. То есть не очень. Тебе не нравится? Не, нравится нормально, абсолютно. Мораж добивает Мадара нижнюю линию Т1. И парни из Ликвид сплитпушат верхнюю линию. Вообще, если говорить по ТВ-рам, да, то преимущество небольшое сейчас будет. У команды Ликвид они забирают уже вторую вышку. При этом потеряли только одну на нижней линии своей. Был скан использован, кстати, сейчас... Ликвидами. И одними, и другими. Да, да, да. Ликвиды заметили, где находится Комадат Финнам. И понимают, что можно свободно дамажить Тавер. Мадара старается уйти. Спартан. Матума Мэн провязал. Шадоу Дэнс. Подкоп дает. Спартан вполне себе ничего. Вот так Матума Мэн уходит в Энвиз. Боится Матума Мэн, он поймает Фингер Оф Дэз. Ревадж пошел у Тайт Хантера. Прыгает Войт. Есть хроносфера. Фингер Оф Дэз в итоге заканчивает Пуджан. Но, скорее всего, потеряет двух героев. Старается уйти Джаггернаут. Под Хилинг Вардом. Ставит хроносферу по нему. Шейкер. Ну, нужна же помощь. Где твоя фиссура? Фиссура в кулдауне. Еще 7 секунд. Эхо слэм от Шейкера. Но выходит в живом отсюда Матума Мэн. И Войт вообще этого момента не чувствует. Скайларк тоже, скорее всего, погибнет. Войт прыгает за Скайларком. Баш пока не прокает. Ну, все. Взрывается. Взрывается. И в итоге это 3 в 0 в пользу команды Ликвид. Как-то перебаковали. Слишком наглое действие. Ну, они старались раскатить. На скелле переиграть. Видно было, что или он ждал момента, чтобы ультимейт прописать. Он явно хотел убить Сларка. Но Старк использовал Шэдоу Дэнс в этом эпизоде. Ну, и в последующем, конечно, Рэвэйдж. Если бы не Рэвэйдж Тейд Хантера, там бы оба ИРГ команды Ликвид могли погибнуть. Но Рэвэйдж Тейд Хантера зашел замечательно. И ситуацию для Ликвид спас. В целом, попытка была хорошая. Мне понравилось действие команды от Финнем. Они реально здорово пытались на скелле обыграть. Но Ликвид тоже парни скилловые и не лыком шиты. В общем-то, смотрим на графики после этой ситуации. Вновь они пошли в пользу команды Ликвид. Это несерьезно, но преимущество небольшое имеется. Сларк очень пугает. Потому что Сларк набирает невероятно. Хороший фарм. 7172 у него уже сейчас показатель общей ценности. Есть Shadow Blade. И при этом 1700 сверху. Мы посмотрим на билд в этой игре. Матумба Мэн. Он может вообще проигнорировать, например, покупку Эхо Сабли. При желании купить сразу БКБ, если чувствуешь, что нужно ему. Но, с другой стороны, Эхо Сабли плюс БКБ смотрелось бы куда интереснее. Если это вообще будет БКБ. Ведь это может быть и Линкен Сфера тоже. А он в Эхо Сабли выходит. Ну, кстати, Эхо Сабли плюс Линка может быть неплохой вариант. То есть вообще без БКБ обыграть эту ситуацию. Поглядим, в общем. Поглядим, как будет на самом деле. Матумба явно разбирается лучше нашего. Да, там руна дабл дэмэджа внизу есть. Вот можно было бы организовать драку в команде от Финэм. Тем более, есть уже. О, Матумба Мэн находит эту руну. И теперь посмотрим, кто вообще будет что организовать. Есть Схронно Сфера. В принципе, есть уже Дизмембер у Пуджа. Контроль нормальный есть у команды Ликвид. Вопрос только, где эта драка будет и когда. Но видим подход Матумба Мэна. На центральную линию центри варды уже расставляет команда от Финэм. Они понимают, что Сларк очень опасен и неприятен. Но и под Смаком, возможно, будет выход нам Атумба Мэна. Но должны, должны. Да, как факт мы использовали. Просто побежали, да. Ждали этого момента Атумба Мэн. В итоге погибает Атумба Мэн. Ставит Хронно Сферу на Войт. Мадара пока нормально себя чувствует. Ревать от Тайт Хантера. Майн Контрол. Очень все своевременно. Минус 2. Делает команда от Финэм. Пуджа добивают ли? Да, добивают Пуджа уже минус 2. Как же ты называешься? Эхо Слэм, конечно же. Эхо Сейбр. Эхо Слэм. Я всегда, когда пытаюсь вспомнить ультимейт Шейкера, нечасто мы видим. Вспоминаем нашего комментатора по Counter-Strike. И у меня все в голове сразу восстанавливается. Когда он идет по коридору. Да, да, да. И говорит, что БАФИК! Вот так вот. БАФИК! Вот это я вспоминаю. Думаю, сейчас минус уши были на стриме. Да, минус уши 100%. Снова взрыв в чате. Ну, я должен просто показать, как это на самом деле работает. Потому что вот именно так он и орет. Простите, друзья, это минус уши, но теперь вы знаете, кто такой Слэм. Если вы не смотрите Counter-Strike. Я, кстати, не смотрю Counter-Strike, но знаю, кто такой Слэм. Ты знаешь, что такое выход на апдауны, там все эти вещи. Ну, да, да, да. Наши всмоки. Ретейк. Выбивание Планта Б. Все это знаем. Ну, Матума Мэн прыгает на Спартана. Сейчас будет выбивание Планта Б. Выбивает Спартана очень быстро. Смотри, какие артефакты появляются у нас в игре. Уже Джиггернаут обзавелся Монта Стайл. Хороший, кстати, килл очень сделал сейчас Ларк для себя. Он получает деньги, которые потерял в этой драке. Ну, не все, конечно, но немного восстановил баланс. И давай, наверное, по графикам посмотрим, как эта драка повлияла на исход событий. Действительно, 2000 в плюс выиграли после этой драки в миде от Финнам. Греки молодцы. Ну, и внизу у нас поймал Миракл Бэтрайдера. Тайм Делейшн действует на него. Причем неприятное замедление получил. Слишком много скиллов было под действием Тайм Делейшн. Но все равно уходит. Миракл в линку выходит. Смотри, рецепт уже есть. Есть Ultimate Orp у него. Ну, и Хасейбр приносит себе Сларк. Пока все вполне уверенно. Но, обрати внимание, после этой драки от Финнам Джаггернаут, в частности, выходит на первую позицию. Обогнал Сларка, который прилично отрывался от него. У него уже есть Монта Стайл. Я думаю, ждем, наверное, какие-то диффуза. Вполне может быть. Вот Монта Стайл, диффуза, Даггер. То есть, будет, я думаю, агрессивный и наглый Джаггер. Тем более, что есть Шейкер и есть здесь Бэтрайдер, под которых инициировать тоже можно одновременно хорошо и качественно. Ну и, в целом, команда от Финнам пока вполне уверенно держится. Скайларк на Миракл. Недалеко есть Мадара. Что, надо вытягивать Миракл. Здесь есть Кура. Чуть не попался Скайларк. Чуть не попался Скайларк. Что делать? Мадара может здесь погибнуть. В итоге, ультимейт юзает Джаггернаут, он не слэш. Разваливается в это время Кура. Миракл все еще живет. Скайларк пытается отзонить. Мадара выживает. Мадара выживает. Поднимает Хилингвард. Спартан приходит здесь. Много контроля. Реведжем достает по Мадарин. Тот уже успел отхилиться. И, скорее всего, от Финнам будут разворачивать эту драку. Приходит так. Дает колдснэп по Бульбе. Бульбе старается уйти, но тут вообще не по шансам. И забирает еще и Майн Контрола. Минус три со стороны команды от Финнам. Забрал так троих героев. Блестящая игра мидера. Команда от Финнам. И эту драку от Финнам выиграли прям в салат. Очень хорошо, очень грамотно, качественно. Скайларк хотел бы отметить его действия. То есть он не палился до последнего. Он ждал, когда там будут еще какие-то действия после Хроносферы. И после Хука Пуджа отправил его в Лассо, чтобы не было дизмембера. Причем мне нравится, как выжидали момент. Ты видел, как действовал, как настоящий партизан? Не решал. Вообще, да, не палился. Не палился вокруг Хроносферы. В общем, ты пошел к Хроносферке, значит, чуть-чуть-чуть-чуть не попал в нее. И быстренько понял, что что-то не так развернулся. И он качественно сделал, что он не дал Пуджу укнуть Джиггернаута и дать ему дизмембер, чтобы продолжить контроль. Я понимаю. Я просто повторяю. Хорошо. Хорошо. Для тех, кто забыл. Да, да. Так, классно, классно. Скайларк в тот момент читал и прям вообще. Я третий раз повторю. Действительно, все очень хорошо выглядело. Ну и тем самым небольшой, но все-таки плюс для команды от Финнам получает. Ну и с другой стороны, все это умножается на заборного Рошана. И в целом смотрится уже поуверенней. Я смотрю... Вообще, хорошо себя начал чувствовать Бэтрайдер. У него после Даггера там на руках уже много денег. Форстаф скоро появится. Инвокер поднимает свою мобильность. Появляется Даггер. У Мадары, судя по деньгам, которые имеются, скоро появится Даггер. Может быть. Так бы Блэйд и Фалакрити, наверное, приобретал, если бы это были какие-то диффуза. А пока все весьма-весьма. Команда от Финнам идет. Да, и как-то вот, когда Хроносфера работает только по одному герою, при этом она еще и не приносит килл, не все сладко у команды Ликвид в драке. Да и Рэвэдж как-то не получился тоже. Очень долго кастовал его Тейт Хантер, пытался подстроиться. Матумба атакует Шейкера. Хороший килл для команды Ликвид. Правда, использовал ультимейт Сларк. Поэтому при желании можно попробовать здесь поймать команду Ликвид, наказать их за агрессию. Хук мимо от Кура. Ошибается немного путь здесь, но было сложно. Было сложно, хотелось не сдеть Исларка. Мека появляется у Тейт Хантера. И пуш команда Ликвид Т2 вышки на верхней линии продолжается. Использует Глиф. Соответственно, возможно, мы увидим какую-то инициацию. Линка, кстати, появилась у команды Ликвид на войде. Прочекают ли этот момент от Финнам. Не будет ли Лассо. Не будут ли давать Войда. Ну и полетели вниз. Попытается поймать Бэтрайдера. Эээ, Джигернаута, сори. Блэйд Фьюри ТП-аут. Но боится. Боится, возможно, того, что подойдет какой-нибудь товарищ. Воид башек даст. Хотя ТП-шка есть, в принципе, время было. Можно было попробовать реально. Пужа, возможно, боится. Так, а что случилось-то? Драться хотят? Пришли друзья, хотят драться. Трансфер от Войда. Но здесь есть шейкер. Войда, скорее всего, под стопя. Да, Войда могут здесь вообще развалить. Сан-Страйк по Мираклу. Мираклу прыгивает. Мадара снова выживает в хроносфере. Прыгает Скайларк. Утягивает за собой Войда. Эхо слэм от шейкера. Ну вот теперь с иллюзиями это выглядит очень круто. Там Войда всеми силами просто месили. И все-таки достигли своего. Убили Войда. А Джигернаут выживает. При этом выживает и спасает свой Егис. А, и на даггере еще дальше гонит Бульбу. Бульба тоже, скорее всего, приехал. Да, у него проблемы. Ну, она не нужна, в принципе, была изначально. Maybe Next Time с даггером и так получает убермобильность. Адфином блестяще проводит 10-минутку последнюю. Вторая хроносфера подряд. Вторая хроносфера в одного джаггера. И второй раз это не работает. Ну и, конечно же, блестящая игра тага и здесь, и в предыдущем моменте. Уже который раз отмечаем. То есть он вносит просто дисбаланс в эту драку. Заставляет команду Liquid делать не всегда вдуманные действия. Потом Балмайн подходит. Готов драться. Майн контрол. Хук хороший очень от Куру. Иначе погиб бы Тедхантер и не было бы реведжа в драке. Смотрим на байбеки. Вообще, если что, Тедхантеру еще и байбек доступен. Поэтому был бы это не конец света. Т3 вышку забрали. Миракл прыгает, дает тайм делейшн. Небольшие проблемы, мне кажется, у Леона могут быть. Но он под действием Лемеркейпа убегает и делает тэп-аут. Никто его ловить уже не собирается. Ну что ж, очень хорошая серия для команды от Финн. Они вышку Т3 забрали и неплохо подрались. Ну и давайте посмотрим, как это отображается. Но на графиках наших по экономике уже более 4000 преимущества. По золоту и по экспе тоже вырвается вперед греческий коллектив. У нас Сларк попытается сейчас атаковать инвокера. Так, а проблемы могут быть. Он попадает под паунс. Попадает огромнейший урон Сларка. Но помогает ему шейкер. Очень здорово. И Фисуренко. Тотемчик был использован. Ну и минус Матумба. Я даже немножечко заикаться стал, когда увидел, как здорово помогли этому инвокеру. Всеми силами просто помогали. Шейкера достаточно такой ситуации. Почему инвокер? Без паники. Только напал на него Сларк, сразу же под ноги себе Санстрайк. То есть будет... Выживет он в этой драке. Не выживет. Но он понимает, что максимальный дэмэдж, который можно внести, надо внести. Сначала ты даешь дэмэдж, потом ты думаешь, умираешь ты или нет. Круто. Второй раз, даже третий раз подряд, инвокер показывает крутой скилл. Причем мы видим, что Матумба Мэн прям выбирает себе цель. Постоянно на инвокера пытается нападать. Но уже в который раз это не приносит результаты. Мэн Контрол отпушивает верхнюю линию. У него пока никто не собирается инициировать. Вообще команда от Финэм отходит. Они внизу. Пытается, возможно, Миракла поймать. У Миракла есть ТП. Он его совершает. Будет ли сбивать сейчас ли он? Не успевает. А Хекс нет. Ну, там сложно было. Потому что ты подошел только к Вижену. Да, возможно, он просто не доставал и давал на дистанции. Если говорить, то, конечно, Хекс кастуется чуть ли не моментально. Реально моментально. Если ты в рейнджет, ты даешь сразу же этот скилл. И сбивать Хексом было бы удобнее. Но так как он видел, что уже ТП шелся Войд, понимал, что нужно срочно как-то попытаться сбить Даллар Спайк. Которая чуть больше. Видим, даже наглядно рейндж имеет. Совсем чуть-чуть, но этого обычно достаточно. Можно было бы достать и задеть. Но Войд уже слишком давно начал кастовать Телепорт. Матумба Мэн. Ну что ж. БКБ так и будет. Все логично. Все как мы прогнозировали. Матумба тоже понимает серьезность прокаста команды от Финн. Без БКБ здесь никак. Мы обсуждали вариант, при котором он, возможно, возьмет Сибелинкин сферу. И попытается более чизово сыграть. Но решает без каких-то рисков для себя. Купить БКБ. А слишком много контроля. Шейкер неприятно. Шейкер, ну, безусловно, очень хорошо зашел в эту игру. Он во многих фрагах принимал участие. И если бы это был не Шейкер, а какой-то другой игрок, герой точнее, то не факт, что эти фраги были бы. На топе, вспомни, сколько раз нас Тайпхантера убивали. Здесь с тем же Вайдом. То есть постоянно его заставляют мансить и таймболк юзать. Не туда, куда ему надо. Для убийства, а наоборот, для выживаемости. Ну и Курьер команды. Дайра отваливается. Погибает с диффузами. Для Джиггернаута. Да. И у нас в Миде планируется ловушка команды Ликвид, но там никого нет. Хорошая ловушка. Ну, ты ждешь. Ты ждешь. Иногда ты выходишь на охоту, но... Зверя просто нет. Как сейчас случилось. От Фины были совершенно в другом месте. Ну что, из-за этого не охотиться или что теперь? Не знаю, я не охотился никогда. Ну так, опять юзает Метеоры. Опять на него нападает Матумба Мэн. Просто такое ощущение, что здесь у него условный рефлекс должен уже развиваться, что после Метеора на тебя нападает Матумба Мэн. Поэтому, если даешь Метеор, сразу себе под ноги давай Санстрайк и уходи в Гост Волк. Ты заметил? В второй раз. Да, да, да. Идентично. Но вот с БКБ проблем уже не ощутил. Сларк, он в принципе, потерял немало здоровья, но добить его и как-то контролировать было нечем. Пудж у нас там выхукал Бэтрайдера, дал ему ультимейт Куру. Хорошо сыграл, но ультимейты немного далеко были, не поддержали. Минус инвокер и команда Ликвид начинает поддавливать центральную линию. Т2 все еще стоит, скорее всего заберут, вряд ли Атфина пойдет сражаться за нее. Но видим, при заходе на хэкграунд все ультимейты у команды Атфина имеются. То есть прием вряд ли будет теплый. Бежит, бежит Войт, бежит Миракл, Майн Контрол тоже с Реведжем. Есть Хроносфера, есть Реведж. Можно попробовать ворваться и с чего-то доначать. Линку сбили, Миракл сразу же все и вейдит. Кстати, у меня сейчас флешбек был, Дмитрий. Я вспомнил, в чем там суть была. Линка же была у Войта, поэтому хекс бы не сработал. А, да-да-да, все. А с другой стороны, в общем-то, ничего там не сработало. Короче, он улетал в любом случае. Поэтому там шансов у Лена не было. Только если бы он все мог скидывать там. Ну да ладно. В принципе, это такой очень бытовой момент. Так что, да. Он просто, не факт. Сбивает Линку Мираклу. Вот это игра. Вот это, я понимаю, реализация. Успеет ли забрать его? Да, успевает. Через ультимейт Мадары. Сбили Линку. Сразу же Лассо. Потрясающая игра от Комадат Финн. Хукает на себя Кура Майнд Контрол, чтобы его не зацепили. Но у Скайларка другие планы. Прячет его в Дизрапшн. Кура готов, наверное, давать хук. По Скайларку Мадара продолжает давить. Мадары до сих пор нет Дефижил Блейда, который остался в Курьере. Санстрайк на дорогу Бульби. Минус Бульба. Матума попытается забрать сейчас Бэтрайдера. Хотя впивается Джиггернаут. А Джиггернаут вкручивается, убегает. Ультимейт использовался Ларк. Можно попробовать поймать его. Шейкер прыгает. Мимо немножечко пролетает Торнадо. Куроку тоже встрял. Ну, Пуджа не должны здесь отпускать. Но отпустили Сларка. Да, Кура погибнет, если будет видимость. А видимости нет. Интересненько. В общем, там пытался Джиггернаута просто в Блейдфьюри добить. Кружился. Там Шейкер фиссуры по кустам. Все просто все глядят. Где он? А он на месте остановился. Ну, зато Рошан для команды от Финны. Легкий. Без защиты. Остается Камнеголовый. И парни забирают моментально. Вот туда отправляются. Матумба купил себе Киперстоун. Судя по всему, мы увидим покупку... Ну, я подозреваю, что это все-таки будет по какому-то стандарту Муншарт, наверное. Редко мы видим, чтобы Сларки собирали что-либо помимо этого. Ну, наверное, прикупит себе Муншарт Матумба. Поглядим. Ну, тоже и такое редко мы видим. Киперстоуны мы очень редко видим у Сларка. Муншарт, он там... Седьмым слотом окей. Иногда вот бывает, что прям так берут. Чувствую, что атак спид нужен. Кайдраки. Матумба поймали в лассо. Даркпакт был использован чуть ранее. Поэтому никак не избежал здесь смерти Сларк. Ну и получается. Мне нравится как будто Редо получается сбивать постоянно Элинку. Он дает форстаф, сбивает Ликеносферу, хватает ультимейт. Очень четко отыгрывает Скайларк. Он прекрасно понимает, что делать в такой ситуации. Причем его изначально вперед толкнули, по-моему, чьим-то другим форстафом. Потому что он просто влетел в этот файт. Он прыгал на даггере вроде, да. Он прыгал на даггере. И с другой стороны, в этой ситуации, там было кому еще сбивать помимо него, да? Если даже он поставить самок. Ну да, да, да. Мадара заходит на хэкграунд под Блейдов. Просто под Аллахрити, конечно же. Блейдов Аллахрити у него с собой. Все это в диффузах. Ну и Скайларк старается отзонить команду Ликвид. Не пускает к дефу Бараков. Maybe next time улетает на центральную линию. Все улетают на центральную линию. Потому что подпушил Майн Контрол и Миракл. Ну и в итоге зацепить их не факт, что получится. Торнадо на дорогу дает так. Не попадает. Но в целом со своей задачей команда Ликвид справилась. Перетянули команду от Финнена на свой собственный хэкграунд. Но в любом случае нижняя линия подспушена. Здесь Майн Контрол успеет ли улететь? Не успевает. Мадара успевает забрать его за умный слэш третьего уровня. И 3500 сверху Джаггера. Надо бустить демэдж, скорее всего. Пора уже Аквилу продавать. И что же мы можем здесь увидеть? Я думаю, Баттерфляй у Джаггернаута. Либо же можем увидеть Башер и Эбисол Блейд у Джаггера в дальнейшем. Я даже больше за Эбисол Блейд на этом герое. Потому что смотреться будет круто. Атака спиды. Так достаточно высоки благодаря Алакрите от Тага. Ну и пока спушивают Т2 игроки команды Атфином. Перемещаются на другие лайны. Все очень просто для греческого коллектива. Но, друзья, какая за этим работа громадная была проделана командой Атфином. Сколько крутых мувов. Сколько реально хайлайтовых моментов было от греческих работяг. Ну и движутся по топ-линии Атфином. Идут сносить последнее внешнее строение команды Ликвид. Ну и Смог. Смог от Ликвид. Ликвид будут обходить. Скан провязали Атфином на подходе. Могут поймать на секрет-шопе. Давай погодим. Кура пытается дать хук. Хорошо уклоняется Леон. И ультимейт от Бэтрайдера по Матумбе. Но мы используем наркпак. Плюс неплохо дерется уже и сам Матумба. Погибает Леон пока лишь. Ревэдж использовал. У нас там бараки внизу-то уже поломались. Пока это все происходило. Крипы пертые. Ну и вроде как убили-то парочку человек. Но есть проблемка. Да, Т2 спушили Атфином. Да, и барак доломали крипы. Внешнее строение. Не осталось просто заходи. Мид заходи. Топ. Конечно, игра все еще... Ну, как бы ни в одну калитку никаким образом. То есть интрига сохраняется. Команда Атфином смело может ее проиграть. 1-2 файта удачных. И Ликвиды затащат. Но опять же, будут ли эти удачные файты? Потому что сейчас я смотрю и уровень концентрации команды Атфином. И то, как они исполняют. И спокойствие, которым они обладают файты. То есть хладнокровие. Не спокойствие, а хладнокровие. И Мадаров соло разваливает Матумба Мэна. Смотри, как Матумба попытался подраться с Жигернаутом. Это плохое ощущение. У Мадары есть даггеры. Сложно будет. Матумба Мэна вытягивает. Он делает паунс. Санстрайк на дорожку. Ну, уже ушел. Сларк. Сларк под Блэкинг Баром. Но сейчас закончится БКБ. Хоносфера ставится. Но там Жигернаут. Он жив. У него есть Омни Слэш. Он дает Омни Слэш в хроносферу. Начинает валить по Майн Контролу. И даггер аут от Мадары. У Комни попадает. Хилинг Бар. Сейчас Мадара на развороте будет драться. А Эго в скором времени пропадет. Раскручивается. Майн Контрол, по-моему, приехал. Сложновато идти по Айс Волл. В итоге забрали Тайт Хантера. И Бульба еще и приезжает. Ну, дерутся просто как черти. И Шейкер дает Фессуренку по Пуджу. Пуш нажимает ультимейт Джигернаута. Но, увы, без шансов совершенно для Куру в этой ситуации. Он тоже погибает. Минус 3 делает команда от Винн. И переходит к Пушу центральной линии. Т-3 вышка уже разрушена. И Шейкер зонирует своих оппонентов. Прыгает наперед Даггером. Пытается отогнать ультимейт от Бэтрайдера по Матумбе. И тот не нажимает. Даркпак, Санстрак, Метеор до Свидули. Байбек от Матумба Мэна. Как в последний раз буду драться. Последняя сторона остается у команды от Фейнэм. Там еще есть Аэго у Джигернаута. До сих пор ее не выбили. Только сейчас пропадает Эйджис. Полная мана, полное ХП. Джаггер под Алакрити пилит в сторону. Очень сильно бит Барак на центральной линии. Там Крипы вместе с Катапультом добьют его. Войт ловит подкоп минус Войт. Войт хочет драться. Очень хочет драться. Но это мега Крипы для команды от Фейнэм. Просто браво. Греческая команда великолепный. Матч проводят. Работяги греческие. Работяги. Просто молодцом. Вот все как один. Ты говоришь чернорабочий. Скилл посмотри какой. Слушай, там как они местятся. Ты посмотри, там один скилл, второй скилл. Но нижней грязью забрасывают людей. Там реальные скиллы, которые все прописаны в доте. Причем в этой ситуации очень похоже на то, что они камнями и палками забрасывали. Пирогами и блинами и сушеными грибами. Нет. Все очень выверено. Все по таймеру. Мне очень нравится, как команда от Фейнэм отыграла эту карту. Это просто снова рабочий пик взяли. Совершенно рабочий, простой, понятный пик. Да, шейкер тут конечно... Шейкером не играют. Обычно не играется, да. Но зашел он на ура. То есть вот это очень серьезное дополнение к пику команды от Фейнэм, которая сыграла. Очень важную, если не ключевую роль тоже в этой игре. На старте фраги, да, я согласен с тобой, фраги во многом делались благодаря шейкеру. И он гулял, но никогда не стоял на одной линии. Он переходил от лайна к лайну. И везде выглядел хорошо. В чем проблема главная? Матумба вроде неплохо фармил. Матумба все было замечательно, но он оказался без помощи. Воид не тот герой, который будет носить урон вместе с Ларком. Войда очень долго не хватает этого самого урона. Особенно, когда он играет без бафов каких-либо. Совершенно. Не было бафов. Контроля хватало, урона нет. Проблема, которую мы сегодня наблюдали в играх команды Фрэнс. Не один раз. Что вообще в хрона? Вот даже сейчас, постфактум, посмотреть, что, кто, как и каким образом вообще в хрона вносить дэмэдж. Классно. Ставить хрона, чтобы из него выхукнул порч. Вот теперь ответ на твой вопрос сам. Идеальная реализация. Да. Это факт. Ну и покупает себе уже после бабочки башер. Джиггернаут. Ну что ж, будет сражаться. Жарка просто не хватило. Будут сражаться. Ликвид, безусловно. Они попытаются отбиться. Мега-крипы, конечно, для них, ну, не самый легкий оппонент. И нечем дефать, понимаешь? Нечем дефать против мега-крипов. А отфинам это понимают. Глянь на их действия. Посмотри, где они находятся. Да они по всей карте растянут. Они просто фармят свои слоты. Они идут, сломя голову, там, доламывать эту игру. Ну, круто. Просто круто. Согласен. Гусей этим работягам. Гусяги, друг, говорится. За трех. Джиггернаут просто подошел своими иллюзиями. И помогает пушить крипам. Октарин Кор появляется у инвокера. Ну, тут не могут с крипами справиться. Это ГГ. Это ГГ для Ликвид. Они просто не могут с бас даже выйти. Они замкнутые крипы их давят. Их не хватает урона, банально, чтобы крипово убивать мега. Воид по одной цели нормально демеджа не вносит. Как ему еще с флешом здесь бить? Ну, как-то через иллюзии. Попали Ликвид в ситуацию, в которую сегодня попадала команда Фрэнс. Что-то похожее. Вроде красивая комбинация. Вроде есть классный ультимейт, есть классный контроль. А урон некому наносить. Сларк хороший герой. Но он один здесь. Вот в чем беда. А там слишком много контроля. Слишком много неприятных персонажей для него. Матумби нужно было сыграть не то, что идеально, а реально сверхусилия приложить, чтобы в этой игре он мог в соло что-то там заточить вообще. Ну, не на 8 тысяч отставать от Джиггернаута, мы это понимаем. Лейт очень сильный, хороший. Но из серьезных слотов, из реально дособранных слотов вообще ничего нет. То есть, все промежуточное. Ну, Shadow Blade, ну, как бы, ну, не артефакт на дэмэдж. То есть, не инициировать, да, хорошо. Это все понятно. Echo Saber, это начальный артефакт, это стартовый артефакт. Сейчас у него ни одного луитового артефакта. И покажи, пожалуйста, Джиггернаута, если тебе не сложно. Ну, это понятно, понятно. Оно все, оно все есть. Просто игра, игра пошла из рук вам плохо. У Liquid убивают, кстати, они Spartan, а поставляется Леон. БКБ использовал Матумба. Ну, крипы продолжают давить. Это пока самый главный враг Team Liquid. Ну, и наглость, самый главный враг Spartan. Что он там хотел сделать, не совсем понятно. Может, хотел быстро минус какой-то. Но тоже не факт, что он убивал бы. Ну, и команда от Finem, как я и говорил, за редкими исключениями, выглядит вполне себе уверенно. Они стали где-то там под базой соперника, чтобы не давать возможность отпушить хотя бы один из лайнов и выйти с базы коллективой Liquid. Т4 уже упали, Трон тоже потихоньку будет сыпаться. Потому что Liquid просто не выдерживает. Ну, и не хватит им времени, чтобы нафармить те слоты, которые позволяют дефать. Впрочем, крипов это я так говорю. Вполне может быть, что сейчас это вообще переворот будет игры. Но тут вероятность, я не знаю, один к миллиону. Ну, по-хорошему, от Finem нужно просто собраться одним кулаком, единым надавить один раз на больные места команды Liquid. Эта игра должна закончиться. По идее. Ну, еще и Рошан, который сырный для команды от Finem. Сыр у Инвокера, Айега у Джиггернаута. И можно рваться вперед к победе. Главное делать это слаженно. Сларк понимает, что скрипами шутки плохи, покупает себе Малштром. Но это уже вынужденные меры, естественно. Чтобы быстрее отбиваться от этих самых крипов. Ну, и то же самое нужно сделать Войду. Если они планируют дальше играть. Но это хорошо. Крипов может как-то отобьем, там, с горем пополам. А как вот от этих парней отбиться? Торнадо залетает по Войду. Пока продолжения нет. Комбинирует сейчас. И пытается продумать свой этаж. Посмотри, он уже за Троном находится. И, естественно, Бласт крутой под Аганимом. Забрали Тага. Но в это время Тумбомэн отъезжает. На Тумбомэн погибает. Эхо слэм от Шейкера под Фонтаном. По четверым попадает. И дает время команде от Finem просто пушить Трон. Пока не боится Джиггернаут. А я бы боялся. Есть Хроносфера от Вайдар. Реведж от Найтхантера. По таймингу Мадару могут попробовать здесь даже забить. Но Мадару уже слишком силен. Еще и так здесь есть на хелпе. Мадару без маны по майн-контролу. Майн-контрол стоит Вайс Волл. Майн-контрол погибает. У него нет байбэка. Мадару теряет Аегу. Не знает, кого бить. Тага бить? Крипов бить? Что вообще здесь бить? Ну и стоит Вайс Волл. Ну, конечно, невывозимый. Просто преимущество команды от Finem. Скорее всего, добьют здесь. И Кура. Это минус 5 от команды от Finem. Уже который раз. Браво. Просто браво. Греки. Вау. Греки в финале квалификации. На заслание под номером 6. Мы получаем невероятный по своему накалу. И по драме, наверное, даже. Матч в нижней сетке завтра за вылет. Перед гранд-финалом. И команда Liquid сыграет с Virtus.pro. Это матч дня. Я не думаю, что какой-либо матч завтра в Доте этот матч вообще может перекрыть. Мы будем смотреть невероятные игры завтра. Сегодня посмотрели качественную, классную Доту. Где-то, наверное, Liquid расслаблялись иногда. Где-то импровизировали. Где-то экспериментировали. И за это заплатили. Заплатили падением в нижнюю сетку. Они уже играли. Они играли с ВП. Они побеждали их 2-1. Не самая легкая битва была и там. Но будет шанс у СНГ коллектива взять реванш. Liquid и Friends 2-0 бахнули. А, наоборот. Да, от Fin'em выигрывали. Пардон, пардон, пардон. Теперь от Fin'em выигрывали и у ВП, и у Liquid. Получается, да. Получается так. Получается от Fin'em в порядке. То есть у нас еще ВП с Liquid не играли на этом турнире. Ну вот, хороший шанс посмотреть, кто из них будет сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok.